Добрый утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Собственно, сегодня у нас пятница, которая замыкает текущую пятидневку. Сегодня у нас еще несколько отчетов по штатам. Это, между прочим, данные довольно сильные, поскольку речь пойдет о годовом экономическом расширении. 15.30 эта статистика будет опубликована. Приправит еще и отчет по индексу расходов на личное потребление. Если, собственно, торгуете долларом, но даже если не торгуете, понимаете, что доллар влияет на все остальные инструменты тоже. За отчетами обязательно нужно будет понаблюдать. Ожидания довольно неплохие, соответственно, если они оправдаются, сегодня у доллара будет еще один прекрасный день. Нам это как раз и нужно. В целом, стоит отметить то, что эта неделя оказалась довольно-таки результативной. Я бы даже сказал, прекрасной. Собственно, таким же хорошим результатом у нас закрывается октябрь. Мы получили, наконец-таки, долгожданное укрепление позиции американской валюты. Мы получили слабый евро. И понимаем то, что прессинг, который оказывается на большинство валютных инструментов, он продиктован прежде всего, конечно же, долларом. Но есть еще и внутри статистические подводные камни, которые мы вовремя обозначили, нашли и сделали в них ставку. Поэтому тоже смогли прокатиться на коррекционных откатах и на слабости того же самого австралийца, новозеландца. Причем по австралийцу еще мы, скорее всего, будем падать и падать, потому что буквально несколько часов назад были опубликованы данные по индексу цен производителей. Это еще одна из основных компонентов инфляции. И очередное снижение, очередной предвестник более мягкого экономического режима. По Австралии мы еще пару слов обозначим сегодня, ближе к концу брифинга. Но сперва давайте разберем ситуацию, которая сложилась на рынке нефти, тем более, что она также в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Кто-то явно хочет, чтобы на эти выходные мы с вами нашли с хорошим настроением и с такими же сильными ожиданиями того, что и следующая неделя будет, возможно, еще более результативной. Нефть. Если коснуться отдельных контрактов бренда WTI, здесь у нас максимум. И причем за очень длительные периоды времени. Для американского сорта это максимум за полгода. Что касается нашего традиционного классического бренда, то здесь максимум аж с 15-го года. Друзья, мы с вами говорили о том, что нефтянка копит силы, находясь на многонедельных максимумах для того, чтобы продемонстрировать еще один РО, который может стать непереломным, но крайне результативным для локальных покупателей. Поскольку ожидания у нас по бренду 60 долларов, увидеть по WTI приблизится к отметке 54-55. И сегодня, по прошествии еще одного торгового дня, я лишь еще больше убедился в том, что этот расклад рыночного позиционирования абсолютно уверен. Рынок сейчас заряжен, пусть и ожиданиями, но довольно неплохими. И какой-то локальный перехай мы еще с вами увидим. Много вы нам, согласитесь, не нужно. 60 долларов за баррель, с учетом текущих котировок выше 58, это совсем чуть-чуть для бренда. Для WTI здесь немножко нужно постараться, потому что сейчас мы котируемся на отметке 52-60 с небольшим. Соответственно, для 54 это, получается, 2-5% роста. Ну да, здесь побольше, конечно же, придется шагнуть, но уверен, что сможем преодолеть и это расстояние тоже. Вчерашняя новостная картина. В целом, можно сказать, что трейдеры продолжают отыгрывать еще крайне интересную статистику, которая вышла в среду. Это отчеты от администрации энергетической информации. Сразу, собственно, речь идет о данных по запасам нефти, дистиллятов, бензина. И эта статистика напрямую сейчас влияет на то, что происходит с нефтью. Почему? Потому что данные у нас оказались противоречивыми. Связано это было с тем, что запасы нефти выросли на 900 тысяч баррелей. Собственно, это рост, который прервал 5 недель снижения запасов подряд. Что касается запасов бензина, дистиллята, здесь у нас уже совершенно другая картина. Резкая сокращение больше, чем на 5 миллионов, что стало причиной немного другой реакции, которую мы видели на финансовых рынках. То, что котировки удержались на локальных максимумах, было еще связано с довольно оптимистичным фоном, который касался последних комментариев представителей крупнейших нефтедобывающих регионов. Но мы в основном делали акцент на Саудовскую Аравию. Я не просто так акцентировал ваше внимание, потому что очень много новостей было в связи с этим. Но, оказывается, и Россия тоже была замечена в подобных комментариях. Ну, речь идет о том, что эти регионы готовы оказать максимальное содействие, предпринять все, что от них требуется, все, что возможно, чтобы решить проблему с перепроизводством, ускорить ребалансировку и поспособствовать тому, чтобы мировые запасы вернулись к среднему значению, который был зафиксирован за последние 5 лет. Ну, трейдеры – это самая прогрессивно мыслящая категория, как ворта людей. Конечно же, сразу же они додумали, к чему это может привести. К тому, что 30 ноября на встрече в Вене ОПЕК продлит действие пакта аналитического, ну, не знаю, либо до середины, точнее, до сентября 2018 года, либо вовсе до конца. Сейчас, кстати, обсуждают все-таки большим интересом возможности пролонгаться до завершения 2018 года. Вчерашний комментарий со ссылкой на Блумберг от принца Саудовской Аравии Мухаммеда Бин Хасалмана, который поддержал идею продления, собственно, соглашения вплоть до конца 2018 года. И якобы Саудовская Аравия на встречу в Вену приедет именно с таким жестким лобби, идея, что это необходимо сделать. Поэтому до 30 ноября, конечно же, очень много времени, друзья. Это, по сути, еще целый месяц. Для нас это период, может быть, еще больше бдительности к новостному фону. Но самое главное, это период, когда на новостях, на настроениях, на ожиданиях того, что что-то для рынка нефти может измениться в лучшую сторону. Но на этих новостях активы еще бренды этого луча подрастут. Опять же, друзья, нам нужно 60, ну пусть с небольшим заходом наверх, хотя я предлагаю фиксировать уже длинные позиции на отметке 60. Если хотите выжать по максимуму из этих ожиданий, можно поддержать длинные позиции подольше. Но это уже на собственный страх и риск. Поэтому 60 – это вполне достойный ретир. На текущий момент мы стали смещаться к нему с более низких ценовых значений. Поэтому здесь нужно будет довольствоваться тем, что рынок дал. И параллельно с этим постепенно уже смещаться на сторону медведей, которые хоть и не проявляют себя никак на рынке, но они никуда не делись, друзья. И я напоминаю, что долгосрочные ориентиры, они остаются неизменными. Потому что одних ожиданий, оптимистичных заявлений, надежд на то, что ефтянка снова вступит в период суперцикла высоких цен, сможет получить достаточное вдохновление и базис для роста от потенциальных договоренностей. Но это только лишь ожидания. Вряд ли за этими словами последуют какие-то фактически мощные решения. Поэтому для нас есть четкое понимание того, что рынок должен развернуться и закрыть, возможно, в 2017 год гораздо ниже текущих значений. Я периодически привожу в качестве довод и еще долгосрочные взгляды многих инвестиционных банков. Самый радикальный сценарий свидетельствует о том, что бренд может уйти даже ниже 50. Но это все ближе к концу 2017 года, пока нам нужно выжать тоже еще дополнительно несколько процентов от позитивных ожиданий, добраться до 60. Рубль 57.82. Кстати, сегодня по нефтянке у нас тоже не совсем, скажем, спокойная торговая сессия. У нас традиционно пятницу отчет Бекер Хьюз. Поэтому сегодня в 20.00 по московскому времени нужно посмотреть за этими цифрами. И в том случае, если в этот раз удастся все-таки получить, скажем, еще одну неделю статистики по сокращению количества сланцевых терминалов, это может стать еще большим катализатором, чтобы котировки закрыли текущую неделю на гораздо более высоких значениях. Я, кстати, на это и делаю ставку, потому что вижу, как быки хоть и хотят, но пока не решаются навалиться еще с большим усердием на покупки. 57.82. Это те котировки, которые мы видим сейчас по паре доллар-рубль. Хорошо то, что рубль девальвируется даже на фоне роста цен на нефть. И не просто роста, а переписи многолетних максимумов. Что будет с рублем, когда цены на нефть развернутся? Уж точно 60 как минимум. Поэтому, друзья, надеюсь, вы воспользовались прежними рекомендациями. Когда рубль был довольно комфортен, скажем, для приобретения через курсы иностранной валюты, то есть когда котировки у нас держались ниже, мы помним, что были дни, когда все прочили судьбу рублю в виде пробоя поддержки 55 против американца. Мы, разумеется, в эти сказки не верили, поэтому рассматривали только его девальвацию. В принципе, сейчас рубль постепенно ослабеет. Доллар японская иена. Ну, здесь новостная картина не меняется, поэтому, с вашего позволения, я останавливаться на этом дуэте активов не буду. Лишь просто отмечу то, что новостная картина по-прежнему способствует покупкам, потому что статистики у нас было очень много на этой неделе. Все отчеты порадовали покупателей. Сегодня экономический рост в штатах ОВП и данные по личным расходам на потребление тоже сильные ожидания. Значит, потенциальные сильные релизы могут оказать еще больше вдохновляющее воздействие на трейдеров, чтобы ждать декабрь, как период повышения пациентных ставок. Помимо этого, ожидается, что в начале ноября не только мы получим конкретику по поводу того, кто же станет следующим председателем американского регулятора, но и получим, сможем увидеть непосредственно сам документ бюджета на финансовый, на 2018 год. И попробуем покопаться в нем, конечно же, и так же, как и все оптимисты, найти дополнительное подтверждение того, что теперь очень много положительных сдвигов в реализации налоговых реформ и никаких подводных камней уже не возникло. То есть, сам факт принятия еще неделю назад сенатом законопроекта уже был сигналом того, что дорога для реализации и претворения в жизни бюджетно-стимулирующих преобразований открыта. Мы верим в это пока, что тоже не хочется, опять же, негативить в связи с тем, что документы в каком-то формате обозначались и раньше, но дальше ожидания дела не пошло. Я лишь присоединяюсь к этим оптимистичным ожиданиям и считаю, что не просто так, а законодатели активизируются под конец 2017 года, потому что понимают, что тянуть уже нельзя. Нужно выкатывать эту реформу, два месяца остается до завершения 2017 года, наверное, в каком-то формате мы ее увидим. Для доллара это еще больше стимул роста. У нас, кстати, вчера очередной перехай по доллару и японской иене, 114.25, уже локальный хай, сейчас 114.11, держимся мы выше 114. При сильных данных и статистике уже на американской сессии рост может продолжиться, и кто знает, вероятно, мы сможем добраться даже до отметки в 115, которые являются нашей с вами заветной целью. Евро против доллара, безусловно, это главный центральный актив вчерашнего дня. Очень много внимания, обсуждений, дискуссий по поводу того, что может случиться с евро, как торговать и где потом ловить этот актив. Ожидания были какие? Продавать евро, потому что события серьезные, конечно же, и те решения, которые будут озвучены априори, должны, учитывая накопление рыночного интереса к этому отчету, вылиться в резкие показатели волатильности и стать причиной резких движений. Вчера мы видели обвал евро, и этот обвал, на мой взгляд, ну не то, что абсолютно соответствует новостной картине, но если разбираться в ней, все-таки можно объяснить действительно большее позиционирование медведя. По решениям Европейского центрального банка ставки, как и ожидалось, без изменений, ставка по основным фондам 0%, ставка по депозитам минус 0,4%, Что касается программы количественного смягчения, изменения последовали, хотя я лично ставил на то, что ЕЦБ может еще подождать. По решениям в соответствии с ожиданиями, вот сработало еще классическое правило трейдинга, покупали на ожиданиях, продавали на фактах. По факту, программа количественного смягчения срезана, сокращена с текущих 60 миллиардов, хотя до конца этого года эти объемы будут актуальны, но с января уже ЕЦБ будет выкупать облигации на сумму в два раза меньше, 30 миллиардов евро. Что касается продлений программы количественного смягчения, да, ее продлили до сентября 2018 года, хотя думаю, что мы сможем говорить о ней еще в более длительных временных масштабах, потому что ЕЦБ вряд ли вообще кажется, собственно, от нее до тех пор, пока индекс потребительских цен не берется до цели. А цель это 2%, которая пока что с учетом тягущей рыночной конъюнктуры абсолютно недосягаема. Что касается процентных ставок и комментариев, которые последовали после этого, Драги здесь уже поддержал исключительно мягкую риторику. И, собственно, можно сказать, что победа медведей была основана как раз на том, что они услышали то, что хотели услышать. При необходимости, если экономическая конъюнтура ухудшится, а ситуация в стране ухудшится, то ЕЦБ может снова вернуться к прежнему объему выкупа активов. И что касается процентных ставок, если раньше было понимание и ожидание того, что ЕЦБ начнет их повышать после того, как выйдет из программы QE, то Драги отметил, что ставки будут оставаться низкими в течение еще более длительного периода времени и останутся таковыми даже после того, как ЕЦБ свернет программу QE. Соответственно, друзья, политика у нас остается мягкой, ну, может быть, не такой мягкой, как было раньше, но все же очевидно, что это мягкий подтекст, который был обозначен. И говорить о том, что ЕЦБ вступил на тропу крайней, скажем, нормализации денежно-кредитной политики, я бы даже не сказал. Поэтому евро у нас снижается. Помимо этого, не забывайте, что экономику мы, как событие, уже пролистнули, страницу истории. Но у нас еще политика, она никуда не делась. Вчерашнее сообщение о том, что руководство Каталонии приняло решение провести досрочные выборы, они состоятся 20 декабря. Все равно, я думаю, то, что без декларации независимости не обойтись, не обойдется без еще одного такого цепного воздействия на многие сомневающиеся регионы о том, что автономия, возможно, лучше, чем членство в рамках Европейского Союза. Конечно же, единой интеграции Европейского Союза уже и не пахнет, но любые прецеденты, такие, как мы разбираем по Каталонии, это свидетельство того, что, скорее всего, дорогой евро, уже такой дорогой, как был раньше, мы уже никогда и не увидим. Собственно, так же, как и не увидим высокие цены на нефть. По евро. Допускаю, что сегодня трейдеры будут фиксировать результаты своих коротких позиций, потому что победа очевидна. Удалось прокатиться на этом мощном ралли. Катировка сейчас 1.1636, поэтому проторопка возможна, консолидация, восстановление вплоть до уровня 1.17. Но мы остаемся продавцами по этому активу и ждем отметку 1.15. Театун против доллара. Из последних статистических новостей парламент, собственно, обсудит законопроект по Брекситу уже совсем скоро, произойдет это 14 ноября, это политическая тема и возможность нам с вами спекулировать на ожиданиях и ожиданиях не совсем оптимистичных. Поэтому для фунта это вроде бы как негативный фактор, но при всем уважении к политике сейчас фунт уже больше реагирует на экономику, потому что уже рукой, собственно, подать до заседания Банка Англии, которое состоится в начале ноября. Это заседание, которое интересно тем, что на нем могут принять решение о росте процентных ставок. Вчера вышли данные по опросу про рыночным продажам в магазинах. Может быть, для кого-то это очень совершенно неважная статистика, но я соглашусь с этим. Но все-таки оценка розничества важна для оценки потребительской активности. И у нас минимальное значение с 2009 года. Это еще один сигнал для тех, кто считает, что с потребительской активностью все нормально, одуматься, потому что все очень и очень плохо. И чтобы влиять на текущую ситуацию, нужно что-то делать с индексом потребительских цены. И снова я говорю о том, что лучший инструмент влияния – это ужесточение монетарной политики. Поэтому я предлагаю все-таки продолжать спекулировать на том, что Банк Англии может разогнать ставки. Если к этим ожиданиям ближе к уже следующей неделе подключится большее количество трейдеров, мы увидим еще большее ралли по фунту. Пока что фунт воспользовался, точнее не фунт воспользовался, а был вынужден скорректироваться, потому что у нас доллар начал активно расти. Ну и конечно же на фунт еще и повлияли настроения, которые оказались очень негативными вследствие обвала евро. По фунту, друзья, напоминаю, это, пожалуй, один из немногих, а может быть даже единственный риск в конкуренции с долларом, который я продолжаю покупать. И вижу пункт на более высоких ценовых значениях. По австралийцу уже в двух словах сказал, сегодня вышли данные по индексу цен производителей 0,2%, в квартальном выражении 0,5%. Если у нас такая статистика по ценам производителей, значит готовимся к еще большему спаду инфляции. Если индекс потребительских цен снова разочарует, то ждем австралийца не то чтобы на отметке 0,75, а гораздо ниже. Но здесь, наверное, тоже все-таки нужно знать меру, ставить на то, чтобы австралийц спросил еще сильнее, хотя мы уже практически потеряли полтысячи пунктов с локальных максимумов. Это рискованно. Я считаю то, что, друзья, по мере смещения в район 0,75 и 0,50 уже нужно будет открыть эти позиции и довольствоваться прекрасным результатом. Новозеландец валится еще минус 50 пунктов за вчерашнюю торговую сессию 0,68,37. Те, кто сохраняет позиции, вы заработали еще больше денег. Молодцы, я лично из этой валютной пары вышел. Но это не значит, что я не буду торговать более новозеландцам. Хочу просто посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. И по мере появления дополнительных триггеров для продаж, присоединюсь к сделке, мы расскажем, собственно, про них. Канадец у нас продолжает карабкаться вверх, точнее, пара долларов канадец. Канадец, получается, валится. 1,29 почти уже на наших терминалах. Причина – это решение банка Канады по процентной ставке. Напоминаю, что ее оставили на прежнем уровне 1%. Участники рынка убедились, что получили свидетельство позиционирования. Нейтральные позиции канадского регулятора по поводу ужесточения политики, значит, повышение ставок в декабре под огромным вопросом. На что еще обратили внимание, так это на то, что банк Канады признал, что резкий рост канадца оказал деструктивное влияние на экспорт, серьезно просел и на инфляцию, которая продолжает снижаться. Если верить, собственно, этой риторике и попробовать добавить, сделать правильные, скажем, исключения, выводы в связи с этим, для канадского регулятора сейчас будет более правильная выжидательная позиция, которая может сохраниться вплоть до 1 квартала 2018 года. Для нас это очень затяжной период, еще, получается, 5 месяцев, как минимум, когда мы не будем работать с вероятностью повышения процентных ставок, значит, пара юрисдикат может продолжить свое восстановительное движение, потому что канадцу не на чем будет расти. И, может быть, позиция повременить с процентными ставками сейчас правильная, потому что канадский регулятор должен соотносить свою политику с четким пониманием того, что на фоне таких показателей закритованности домохозяйства корректировать ставки, особенно их разгоняя, это бред вообще. И не знаю, как они вообще отважились дважды в этом году на изменение политики. Но хорошо, что здравый смысл, пусть и со временем, но дошел, собственно, до лидеров мнения регулятора Банка Канады. И сейчас мы видим, как канадец снова теряет, надеясь на то, что рост пары будет еще усилен ростом американского доллара и потенциальной слабостью нефти, которую мы ждем после того, как коснемся сопротивления в 60 долларов за баррель это по бренду. Из важных событий сегодня в 15.30 ждем экономический рост данных, годовые данные по ОВП, а также индекс расходов на личное потребление в 20.00. Еще статистика по количеству нефтяных терминалов, это данные Baker Hughes. Друзья, хорошего вам завершения недели. Надеюсь, что многие из вас зафиксировали позиции, получили хороший профиль, потому что прибыль, конечно же, дополнительные деньги при росте депозитов, они не могут не радовать. Если нет спекулянтов, это самое лучшее подтверждение того, что все правильно делается. Поэтому желаю вам прекрасных выходных. В понедельник мы снова с вами увидимся на вебинаре, который состоится в 16.30 по московскому времени и на брифинге, проходящем каждый день по будням в 9.30 по Москве. Те, кто еще не присоединился к нам, у вас есть возможность поставить просто приложение Перископ, подключаться в 9.30 на прямые трансляции и, собственно, одним из первых быть в курсе всего, что происходит на рынке и знать, с чем работать на предстоящую торговую сессию. Если есть вопросы, какие-то пожелания, желание что-то высказать, у вас есть возможность сделать это на нашем канале на YouTube и на форуме Amarket. Пользуйтесь этими каналами коммуникации. Если все-таки заходите на канал на YouTube, отдельная просьба, не забывайте ставить большие пальцы, лайки. Спасибо тем, кто это делает. Я ценю ваш вклад в развитие нашего канала, потому что любое одобрение работы, поддержание контента, лайками, это сигнал того, что нужно создавать все больше и большее количество видеоматериала, который необходим трейдерам, поскольку любой материал это информация, которую можно выслушать, ну, не факт, что ее стоит применять непосредственно, но ознакомиться с ней будет не лишним. Друзья, я, как и всегда, стараюсь держать вас в курсе всех остальных событий, буду продолжать это делать. На сегодня все. Всего доброго. До свидания.